Вечером, когда зажигаются фонари, одними из самых посещаемых мест в городе становится ледовый городок. Взрослые губкинцы гуляют и фотографируются. Дети развлекаются на аттракционах, качелях, каруселях и горке. Мне очень нравится горка. Она такая красивая. Я даже всегда на ней езжу. Кататься с горы ежедневно сюда приходит 8-летний Дима с мамой Антониной Сергеевной. Сегодня мальчик пожелал скатиться всего лишь один раз, потому что спускаясь попал в яму, вылетел с ледянки и ударился. Ледянка теперь возле нас. Он просто катается так. По крайней мере, он уже не доезжает до этой ямы. Прям стою и думаю, что на ночь бы залили, чтобы выровняли, потому что действительно дети туда заезжают и как-то это плоховато. У ребят мнения насчет ямы разделились. Там такой бугорок, что животу больно, когда проезжаешь. А через ледянку она тоже чувствуется? Да. Я без ледянки не катаюсь. Яма не мешает. Наоборот, еще лучше. Чем это? Ну, можно подлетать. Когда катишься, она останавливает. И когда проезжаешь и ударяешься точно. А этот ребенок скатился вперед спиной, попал в яму и тоже ударился. Меня вот эта ямка смутила, поскольку дети там ехали и подскакивали. Несмотря на опасения прабабушки, шестилетняя Соня все же решает прокатиться. Как оказалось, напрасно. Попала в ямку и больно ударилась. В результате слезы и испорченное настроение. Когда устранят причину детских слез, мы спросили у начальника отдела благоустройства управления организацией строительства Елены Цыпок. Сегодня будет устранена вот эта яма. И к вечеру, я надеюсь, немножко подмерзнет. И все будет хорошо. И дети могут продолжать. И дети, и взрослые смогут продолжать спокойно кататься с нашей красивой горки. Яма на спуске с горы образовалась в том месте, где нет ледяных глыб. Дальнейший спуск с горы им просто не выложен. Там снег залит водой, поэтому толщина льда не такая большая, как на самой горке. Устранять неприятность на главном зимнем аттракционе будет компания «Пурконтроль». Ее сотрудники следят за состоянием скульптур и лестницы в ледовом городке, а также очищают их от снега. Согласно договору, договорных отношений у нас все равно это раз в неделю предусмотрено. Но в зависимости от наших погодных условий, если снегопады, то, конечно, ребята выходят чаще и стараются поддерживать в надлежащем виде. Хотя бы именно ступени для того, чтобы и очистку горок от снега. Другие аттракционы, качели и карусели работают нормально. Елка стоит нарядная. Хотелось бы обратиться к нашим гражданам и попросить, чтобы они более ответственно относились. Мы стараемся для красоты, для порядка. Специалисты же ответственных служб, в свою очередь, обещают своевременно устранять ямы и другие повреждения, которые будут образовываться в ледовом городке, чтобы катание с горки у Димы, Сони и других ребят не заканчивалось слезами. Наталья Рябинина, Олег Семагин. Новости Губкинского.